Четверо. Так, минутку подождем и будем начинать. Во второй части сегодняшнего занятия уже другая тема. Рыба и рыбные продукты. И на практических занятиях тоже технология рыбных продуктов уже у нас будет. Так, время 14.10. Итак, следующая тема. Технология производства рыбы и рыбных продуктов. Здесь много вопросов, которые будут и на лекции, и на практических занятиях. Ассортимент живой рыбы, классификация, хранение и перевозка рыбы, добыча рыбы, ну и дальше уже рыбные продукты. Соленые, пряные, маринованные, икорные рыботовары, рыбные консервы. Все это мы будем рассматривать. И есть литература. Ну вот, начнем мы с вами с классификации и характеристики ассортимента живой рыбы. Рыба – один из важнейших источников белкового питания. Используют ее для производства также ценных лечебных, кормовых и технических продуктов. Обычно говоря о рыбе, сразу затрагивают все группы водных животных. Они представлены позвоночными и беспозвоночными животными. Позвоночные – это рыбы и морские млекопитающие. Ну а беспозвоночные – тоже мы о них будем говорить. Это моллюски, это членистоногие, кишечно-полосные и иглокожие. Ну вот здесь вот есть рисунки, мы немножко посмотрим. Вот это большая группа, которая добывается, перерабатывается. Это беспозвоночные, членистоногие, ракообразные креветки, крабы и различные раки. Переработку этих животных мы отдельно будем рассматривать. И там еще будут некоторые картинки. Вот это моллюски. Немножко не по порядку они у нас получились. Значит, вот эта левая колонка – это головоногие моллюски. Действительно, щупальцы расположены таким образом, что растут из головы. Вот это вот вверху кальмар, каракатица и осьминог. И тоже вот это тело осьминога, вот начало головы, и от головы растут вот эти вот восемь щупалец. Двухтворчатые моллюски. Ну вот здесь вот мидия, гребешок, белозубка. И еще посмотрим, вот тоже они добываются и сейчас выращиваются в довольно значительное количество. Еще раковинные моллюски. Вот здесь вот рапаны, арфы, митры. Вот это брюхоногие, то есть улитки, да, моллюски, улитки. Тоже, в общем-то, вещь знакомая. Вот это иглокожие. Ну это морские звезды, их добывают, но перерабатывают на прочие продукты, не пищевые. А вот морские ежи тоже иглокожие, да, иглокожие. Тоже извлекается икра и готовятся продукты. Основная масса промысловых, то есть добываемых в массовых количествах рыб, относятся к костистым высшим рыбам. Ну некоторые являются представителями хрящекосных и хрящевых рыб. Ну я думаю, что еще из школы что-то немножко запомнилось. Хрящекосные рыбы осетровые, а хрящевые – это акулы и скаты. Ну вот здесь вот тоже есть, вот смотрите, вот они, акулы, вот скаты. Это еще одна группа химерообразные, ну вот такие вот страшного вида рыбы, которые тоже в небольших количествах добываются, но не перерабатываются. А вот обычные костистые рыбы, очень хорошо знакомые. Щука, сон, камбала, сельдь, уголь, ну это менее знакомо, поскольку у нас нет. Вот треска, ну здесь вот морской конюх, но это, наверное, более экзотическая рыбка, чем добываемые от переработки. Вот эти хрящекосные рыбы, осетровые, осетр, стерли, очень крупная белуга. Ну вот здесь вот косно-хрящевые, то есть у них кость приобретает, ее больше скелет состоит из хряща и костей, и чешуя тоже в виде костных пластинок. Вот, осетр, белуга здесь. Ну вот здесь вот еще затрагивается как раз классификация рыб по месту обитания. Вот непроходные рыбы, то есть они обитают и откладывают в местах обитания икру. Это вот разные осетровые. Осеврюга, осетр, стерли, белуга очень крупная. Полупроходные рыбы у нас есть в бассейне Каспийского моря и прилегающих реках. Волга, Эмба, Урал. Вот то, что у нас на нашей территории. Вот здесь вот из реки в рукава на мелководье проходят рыбы, выметывают икру, и мальки тоже развиваются в теплой воде, потом постепенно скатываются. Уже в реку. Ну и вот здесь вот наиболее ценные проходные рыбы для нереста. Они мигрируют из рек в моря или из морей в реки. Очень часто показывают вот эту вот миграцию для нереста различных лососевых рыб. Вот они из бассейнов Тихого и Атлантического океана, из морей, прилегающих к береговой части. Они уходят в реки и даже в ручьи, в протоки, там, где когда-то родились. Выметывается икра, потом рыба скатывается опять в море. Мальки обычно 2-3 года живут в реках и в протоках, в ручьях даже. Потом постепенно уже такая полувзрослая рыба переселяется, скатывается с водой в море и дальше в океан, где окончательно развивается. Взрослеет, так сказать, в свои силы и опять повторяется. Есть и пример вот такого нереста. Европейские угри уходят в моря, постепенно продвигаются в Атлантический океан, причем все в район Саргасово моря. Вот там, где этот вермутский треугольник. Но это не мешает им там нерестоваться, возвращаться частично в реки, где они проживали. А икра развивается в своеобразные такие личинки, напоминающие по форме, по полупрозрачности лист. И потом постепенно, доформировываясь, опять же возвращается в реки. Рыбу классифицируют по многим признакам. Ну вот первое – это место обитания и образ жизни. Есть океанические, морские рыбы, то есть те, кто только в соленой воде обитает. Пресноводные, проходные, полупроходные и солоноватоводные. Те, которые, в принципе, могут жить и в пресной воде, и в воде разной солености. Вот солоноватые водные рыбы как раз у нас на территории, ну скажем, даже Арарского моря, вот там, где впадает сертарья, вот эти разбавляемые солоноватые воды, там тоже проживают определенные виды рыб. И точно так же в Каспийском море, там, где впадает Волга и другие рыбы, тоже вот эта разбавленная солоноватая вода, она дает пристанище большому количеству самых разных видов рыб. Ну, а морские и океанические рыбы подразделяются по глубине обитания. Биологические, ну это, скажем так, ближе к поверхности, в толщей воды. Глубоководные, те, которые погружаются и обитают даже за пределами проникновения света. Ну и, наконец, домные рыбы. Вот, соответственно, по месту обитания и форма рыбы будет разная. Еще рыба делится по размеру и массе. Крупная, средняя, мелкая. Ну, так обычно и сортируют уловы, хотя в промышленных уловах, как правило, рыбы одинаковые. Они в одном месте появились из мальков, у них было одинаковое питание, место питания, развитие. И они, как правило, в улове, ну, практически близки одинаковые. Ну, поскольку близко еще может быть другой вид рыбы, там, конечно, вот это вот разделение по размеру или массе, оно получает свое развитие. По времени улова. Ну, вот это вот немножко напоминает и наземные животные, которые, ну, скажем, травоядные, они набирают массу. Вот по летнему питанию весеннее. Весеннее, весеннее, летнее, летнее, осеннее, осеннее и зимнее. Ну, как правило, большинство уловов формируется в более прохладное время года и после вот этого летнего набора массы. Вот это летнее, осеннее, осеннее и даже зимнее ловля, она более эффективна. Физиологическое состояние. Ну, это в основном относится к тем видам рыб, которые нерестуются, ну, если не каждый год, то, по крайней мере, раз в два, в три года. Это питающая, питающаяся, жирующая или нагульная, преднерестовая. Ну, тут вот есть нерест, нерестующуюся рыбу запрещено ловить международными правилами. И отнерестившаяся рыба. Конечно, эффектно в улове иметь рыбу, питающуюся в достаточном уже уровне, вот эту жирующую или нагульную. Преднерестовая рыба, когда формируется, есть таки с икрой и полости с белковыми продуктами, то до 30% уходит на формирование органов размножения. У некоторых рыб больше, до 50%. Ну, а тем более, потом рыба будет нереститься, то и старается вот эту преднерестовую и нерестующуюся рыбу, конечно, не вылавливать. Ну, по крайней мере, в крупных объемах. А вот рыба уже отнерестившаяся, так сказать, отдыхающая, она теряет очень много по массе, жировой ткани очень мало остается. Ну, и, конечно, в уловах она неэффективна. По количеству белковых веществ и по количеству жировых веществ. Вот, смотрите, значит, низкобелковая, ну, в пределах где-то 4-8%, среднебелковая до 18, где-то примерно процентов, и высокобелковая более 20%. Высокобелковая, ну, в частности, рыба осетровая, рыба тресковая, вот она считается высокобелковой. По жирности – тощая, среднежирная и жирная. Ну, здесь вот три уровня названы. Вообще по содержанию жира до пяти уровней иногда называют. Лососевая, жирная рыба считается. Северные виды рыб, но им надо иметь в организме большое количество жира, чтобы, грубо говоря, не мерзнуть. Для правильного использования переработки рыбного сырья необходимо знать свойства, одним из которых является массовый состав рыбы. Массовый состав – это отношение массы отдельных частей или органов к массе целой рыбы. Ну, и, конечно, отдельные части, отдельные органы, они будут иметь значение для переработки, поэтому вот массовый состав необходимо знать. Тело рыбы подразделяют также на съедобные и несъедобные части и органы. К съедобным частям, прежде всего, относятся мышцы. Мышцы также точно, как мышечная ткань наземных животных, мышечная ткань рыб – это самая основная съедобная часть. Но здесь надо немножко сразу сделать акцент. Наземные животные накапливают большое количество мышц в тех частях тела, которые, собственно, помогают им передвигаться, поддерживать определенное положение тела, поддерживать, ну, скажем, положение головы. Вот конечности, грудная часть, спинная часть везде, там есть скопление мышц, мышечной ткани. У рыбы понятно, что это проще, да? Рыба плавает в воде, ей не надо практически ни на что опираться, но, тем не менее, вот хвостовой плавник, он действует как руль, да? Мелкие плавнички, грудные, брюшные, они работают, ну, вот именно как плавники, да? Позволяют рыбе плыть и, ну, незначительно поворачиваться. Ну и, конечно, вот эта верхняя часть мышцы спины, верхние части боковых мышц, там накапливается больше мышечной ткани, потому что они поддерживают тело как таковое, формируют его и поддерживают брюшную часть, в которой расположены многие органы. Теперь вот еще обратим внимание, съедобные части – это икра, молоки и печень. Посмотрите, другие субпродукты здесь не упоминаются. Если мы посмотрим строение рыбы, они имеют очень небольшой объем, вес, среди них практически нет органов, которые накапливали бы мышечную ткань, поэтому вот среди субпродуктов, будем говорить, будет только печень, причем далеко не всех рыб, хотя у всех это самый крупный орган, но очень крупная печень у тресковых рыб. Вот и в магазинах можно найти печень трески, печень хейка, печень ментая, печень налима иногда – это все тресковые рыбы. Ну и вот те органы, которые формируются перед размножением – молоки и икра. Икра у самочек, молоки у мужских особей, вот они тоже богаты белками и жирами, и, конечно, они относятся к съедобным частям. Ну и еще вот сразу я минутку об этом скажу. Защищая будущие поколения, в некоторых случаях природа делает несъедобными, ядовитыми икру и молоки. Даже, может быть, не сама икра, а пленки ее покрывающие, вот они ядовиты для того, чтобы сохранить будущее поколение. Поэтому здесь тоже необходимы определенные знания и необходима осторожность. Несъедобные части. Ну, безусловно, это чешуя. Правда, чешуя тоже кое-какая польза. Вот то, что она блестящая, вот эти вот кристаллы гуанина, потом мы чуть-чуть об этом скажем, что нужно из этого получить. Несъедобные кости. Но здесь вот тоже надо иметь в виду, посмотрите, у любой рыбы, реберные кости, они несъедобные. Они очень жесткие, очень прочные. Если там невнимательно употреблять, то и уколоться можно. Вот если реберные кости попадают, скажем, в рыбные консервы, то их приходится просто отделять, скажем, вилкой или ножом и выбрасывать. А вот позвоночная кость, она после тепловой обработки, особенно у морских рыб, становится мягкой, она достаточно легко прожевывается, и она вполне пригодна к употреблению, как источник белка, макро-микроэлементов. Вот это тоже имеется в виду. Вот вы и в консервах можете встретить только кусочки самого рыбного филе, точно так же, как у наземных животных, мякотная именно ткань. И можете встретить кусочки рыбы прямо с позвоночной костью. Плавники. Извините, слушатели. Плавники – это костное образование, там с перепонки, в общем-то, все это соединительная ткань, достаточно плодная, поэтому плавники считаются несъедобной частью. Кишечник. Кроме всего прочего, кишечник у рыбы, он не делится так, как, скажем, у наземных животных, но и потом часто очень в кишечнике обитают различные паразиты, их яйца, личинки, поэтому, кроме того, что несъедобная, еще и определенная степень опасности. Плавательный пузырь и другие внутренние органы. Условно съедобные – это голова, особенно если крупная рыба, это хрящи, и жировые отложения на кишечнике. Из голов и костей при варке получают бульон. Концентрированный рыбный бульон называется ламспик. Головы осетровых используют при приготовлении заливного и ухи. Из жировых отложений получают пищевой жир. Жир, ну и при производстве консервов, как я уже сказала, мышцы вместе с костями. Массовый состав жира будет зависеть от вида, пола, времени вылова, возраста. Обычно выход мышечной ткани от 45 до 70% массы целой рыбы. Беспозвоночные, вот мы их там немножко посмотрели, значит, ракообразные, все вот эти омары, лобстеры, просто раки, крабы, креветки, маленький такой рачок, да? Надо сказать, что некоторые креветки бывают до 25 сантиметров в размере. Морюски двусорчатые и головоногие, и иглокужие. Для реализации в свежем виде у нас это не разве, это так широко, но тем не менее, есть аквариумы, можно купить какие-то виды рыб в живом виде. Устойчивые виды пресноводных полупроходных рыб, причем некоторые выращиваются в водоемах и прудовых хозяйствах. Наибольший интерес – это различные карповые, вот сейчас мы немножко посмотрим, осетровые, ну и других видов рыб. Вот оно, семейство карповых. Посмотрите, вот карп, лещ, толстолобик, карась, язь и лень имеются в наших водных бассейнах. Ну вот, в частности, сейчас в районе Балхаша выращено значительное стадо, ну называют стадо рыбы, в основном семейство карповых. Вот семейство сельдевых. Это по значимости, пожалуй, второе семейство, ну самые ценные считаются лососевые рыбы. Ну а потом вот это сельдевая. Сельдевая рыба, во-первых, очень многочисленна, очень многочисленна. И сельдевая рыба позволяет использовать себя в самых разных направлениях. Вот основная сельдь, вот белая, более мелкая, салака, килька, тюлька. Ну вот в нашем водном бассейне сардина нет, сардина атлантическая рыба, но она тоже, правда, не чисто сельдевая, но родственница сельдевая. Вот лососи, лососеобразная рыба. Лосось сам, сиг, сиговая рыба у нас есть. Вот это омуль, сибирская такая своеобразная рыба. Ну рябушка тоже. Это балхаш и район вот тех рек, которые впадают, ой, простите, Байкал. Вот в Байкал и то, что из него вытекает. Ну это соколинские, тоже лососевые рыбы. Я показываю их, потому что икра этих рыб, красная икра, она как раз у нас реализуется. Вот кетовая икра, икра горбуши. Ну вот здесь вот еще икра нерки. Видите, вот в брачном наряде вот они все становятся немножко такими, жутковатого вида. И еще есть чавычи. Еще речные обитатели. Вы знаете, что у нас в реках есть таймень, есть хориус. Это в основном восточные реки. Ну а вот здесь вот стерляги, осетровая рыба, да, есть у нас в бассейне Каспийского моря. Вот сиги, в частности вот форель, это тоже сиги. Сейчас чуть ниже она будет у нас. Вот тоже у нас есть. Вот она, знаменитая форель. Рыба семейства лососевых, она интересна тем, что имеет и морскую как бы разновидность, соломноватую водную и пресноводную. Форель разводится довольно хорошо. Ну вот у нас пресноводная рыбка, она не очень большая, до 50 сантиметров, но обычно где-то 20-25. А вот есть факты, когда в некоторых озерах форель очень хорошо приживалась и вырастала буквально до удивительных размеров. Когда-то вот это Кавказское озеро Сивань, Сивандота была завесена форель, она прекрасно прижилась, и там есть рыба до 8 килограммов веса. Это крупно. Ну вот это вот различные осетровые. Я вот здесь вот просто хотела показать вот амударинский лопатонос. Это очень древняя, очень древняя осетровая рыба. Ее осталось не очень много, но тем не менее вот в бассейнах орала она у нас есть. Тресковые. Тресковые хороши тем, что перерабатываются на белковые продукты. Вот сама треска, минтай, минтай, хек, налим. Это тресковые рыбы, причем у нас можно их приобрести. Это вот именно такая белковая рыба с белым мясом. Используется она в том числе для приготовления продуктов для питания детей. Вот сейчас в магазинах, если посмотрите, без любопытства, есть консервы для детей из хека и хек с зеленью и картофеля. Вот опять же треска, минтай, вот хек. Но на воде у нас, к сожалению, нет. Это более северная такая рыба. Но тем не менее тоже из этого семейства. Вот еще промысловые рыбы, которые в основном идут на пасол, копчение, на пряный пасол, маринование, ну и отчасти используются в консерве. Скумбрия, вот, ставрида, вот знаменитая кефаль. Но кефаль – это бассейн в Средиземноморье, черноморский бассейн, как в той песенке, да, шаланды, полные кефали. Кефаль очень хорошо перерабатывается на солено-сушеную рыбу. Вот известный у нас сазан. Сазан. Сазан – красномясая рыба. И довольно мяса в ней не очень много, реберные кости довольно крупные. Так, а вот сюда куда-то уплыл у нас. На долю карповых среди заготавливаемой рыбы приходится до 70%. Так, ну-ка мы посмотрим. Так, четверо человек куда-то уплыли. Было 24, осталось 20. Ну, вот этот вот небольшой еще вопрос мы с вами посмотрим. Хранение и перевозка рыбы до переработки. Ну, надо сказать, что, несмотря на то, что мы и наше государство находимся в центре материка, у нас достаточно водных пространств, где можно добывать причем самую разную рыбу. Ну, вот в Арале у нас хорошо прижилась камбала. Она вырастает до внушительных размеров, ее добывают, ее перерабатывают и филе камбалы идет даже в Европу. У нас довольно много карповых. У нас в бассейнах Каспийского моря есть самые разные разновидности, ну, в том числе и осетровых. К сожалению, основных осетровых уже выловили. вот они переместились в южную часть, ближе к границе с Ираном, но тем не менее что-то тоже еще добывается. У нас хорошо развито размножение и выращивание рыб. И хотя из сотни мальков сохраняется до взрослого возраста всего несколько штук, там буквально меньше 10%, но тем не менее рыбозаводы у нас тоже есть и они активно работают. Живую рыбу сохраняют отдельно по видам в аквариум разнообразных конструкций, но еще в каких-то юбостях. Конечно, вода должна быть чистой, проточной, достаточно насыщенной кислородом, дехлорированной с температурой не более 10 градусов. По химическому составу вода должна быть ближе к той, в которой данный вид рыб обитает. Не все с этим хорошо, достаточно посмотреть аквариумы в наших магазинах, какая рыба и как она там плавает. Часто можно видеть, что рыбка уже перестала активно двигаться, повернулась на бочок, а то и к верху брюшком. Вот эта уснувшая рыба должна быть сразу выловлена и реализована по цене охлажденной рыбы. Поэтому там необходимо конечно следить. Среди различных видов способов консервирования распространена и эффективна различная холодильная обработка. Еще несколько минут успеем. Рыба охлажденная, рыба замороженная и и рыба хранящаяся в охлажденном или замороженном состоянии. Охлажденная считается рыба, которая имеет в толще позвоночника от минус одного до плюс пяти градусов. Вот именно охлажденная. У нее более плотная структура и она достаточно хорошо хранится, хотя посмертные изменения в ней тоже проходят. Рыба в отличие от мяса можно и охлаждают дробленным льдом, специальными видами льда, охлажденной морской водой, раствором поваренной соли, смесью льда и соли. Более эффективно мокрое охлаждение, как в какой-то влажной или мокрой среде, морской водой, рассолом и так далее. Применяется охлаждение улов в мелкодробленном льду и в охлажденной морской воде. Охлаждение специальными видами льда, тоже здесь упомянуто, часуйчатый, снежный, с добавлением антибиотиков и антисептиков, это очень эффективные способы охлаждения рыбы. Как правило, после вылавливания тоже улов сортируют, мы не живо будем об этом говорить, и потом тоже образуют сбитые такие формы и охлаждают или замораживают. В охлажденном виде поступают различные виды промысловых рыб, неразделанные, потрошенные с головой и потрошенные обезглавленные. Не все, но кое-что можно посмотреть у нас в магазинах, на что-то обратить внимание. Охлажденную рыбу перевозят в ящиках, иногда в бочках, упаковывают рыбу одного вида, размера и способа разделки. Для перевозки используют специальный изотермический транспорт, то есть тот, который может нарабатывать и поддерживать определенную температуру. охлажденная товарная рыба стационарно не должна храниться вообще, она должна сразу перевозиться и уже по месту требований реализовываться. Перевозка от плюс пяти до минус одного, то есть это температура охлажденной рыбы, очень высокая влажность до девяносто восьми процентов, но если рыба не потрошенная, это восемь-десять суток, потрошенная десять-двенадцать суток. Лучшей при перевозке и хранении является температура близко к авиоскопической, то есть это по существу рыба, вот как подмороженная мы с вами касались по мясу, вот такая рыба с такой температурой, она хранится лучше всего, сохраняется на двое, трое, даже пять суток больше, если применяют лед с добавлением биомицина, это антибиотик, который допущен к использованию, причем это не лекарственные антибиотики, продлевает сроки возможного хранения рыбы на 50-60%, теперь добыча рыбы, ну здесь коротко несколько маленьких картинок, так чтобы вы имели об этом представление, вот этот лов с сетью, сетный лов, это задерживание и запутывание рыбы в ячейках сетного полотна, который находится на пути ее движения, вот видите, вот это сетное полотно, оно устанавливается, растягивается на пути движения рыбных масс, ну косяки или стада, так и так их называют, вот и потом нитки сетного полотна попадают под жаберные крышки рыбы, рыба запутывается и вот вместе с сетью можно ее вытягивать. Ни в одной лов, не в дам, да, принцип действия основан на процеживание рыбы сквозь сеть, но в данном случае пойманная рыба остается в орудии лова в специальном таком неводном мешке. Вот он, неводной лов, вот он, вот она, сеть невод, в которую тоже попадает рыба, тоже все это вытягивается постепенно, и рыба остается вот в этом мешке. траловый лов, отцеживающий буксирные орудия лова, но тралов обычно ловят по дну или в глубокой части воды попадают туда либо придонные организмы, рыба в том числе, рыба, которые обладают в глубокой части уже акватории, где производится вылов рыбы. Ну и есть еще, ну, наверное, понятно, что вот таким образом ловят рыбу, которая ходит большими группами, стадами или стаями, вообще называют рыбные стады. Ну, а если это рыба крупная, рыба, как правило, хищная, и питается она не просто массовой добычей, ну, какая-то рыба, допустим, рычками, те тоже плавают крупами, а вот отдельные. Вот есть еще крючковой лов, крючковой лов, крючками, вот это направляющие с крючками, на крючке есть приманка, она тоже расправляется в водной части на определенной глубине, но есть вот эти вот поклавки, есть знаковые какие-то ответвления, и вот там приплывая, кормится рыба, и часть ее попадается на крючок. Так, у нас осталось с небольшим три минуты на практические занятия, мы будем продолжать и изучать уже технологии рыбных продуктов, с мясными мы закончили, поэтому я останавливаю демонстрацию, так, сейчас мы еще разочек на вас посмотрим, так, все понятно, все, на сегодня все, я завершаю лекцию,